МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, залога бога же тащи! Мам, кто из нас работает сборщиком мебели? Ты или я? Ай, чёрт! Какая у вас скатерть красивая! Да, это нам с Андрюшей на годовщину свадьбы подарили три года назад. Ну что, мам, всё готово? Что ещё принести? Принеси вазу для фруктов и мужа завезли. Вот, ветчина свежая. Только сегодня утром в магазин завезли. Игорь Александрович, возьмите, пожалуйста, вазу, вы просили. Спасибо. Спасибо. Подъигал, чтоб повяжи, зять. Да, мне её сейчас Маечка выбирает. Мила, ну где ты ходишь? А что, у Игоря сегодня день рождения? Какой там день рождения? Игоря в посольство швейцарское работать зовут. Да, третьим советником. Май, я всегда с тобой рядом. Тихо, 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 тихо. У Зинаиды сегодня праздник. У неё зять новое назначение получил. Так что Майя у нас за границу уезжает. Везёт же некоторым. Подождите, подождите, ребят, нас всех зовут к столу, Андрюша. Пойдём, 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 пойдём. Милитина Петровна, Инга, прошу к столу. Эх, что это ты поставил-то? Не мой калибр. Людей надо уважать, Ингочка, пойдём. Пойдём, Инка, пойдём. Ну, пойдём, мы тебя ждём. Спасибо, что вы меня пригласили. Ну, как же без вас, Элеонора Генриховна? Ведь мы соседи, почти семья. Зиночка, вы и есть твоя семья. Это, конечно же, так. Я хочу выпить за то, чтобы моей доченьке и моему зятю всегда во всём сопутствовала удача. Я так рада за вас, мои дети. Ингарь, я вам тоже желаю, чтобы дома у вас был полная чаша. Детей, конечно, побольше, а вырастить мы поможем. Мы тут все как одна большая семья. О, вот, вот, молодец, хорошо сказал. Ну, что, по такому случаю... Давайте выпьем. Спасибо. Все свои дома. А кто же это может быть? Да, кто же это, блин, так не вовремя-то, а? Спасибо. Здравствуйте. 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 Привет. Здравствуй. Я не вовремя? Да ты чё? Русланчик, конечно, вовремя. Садись. Садись. Садись, дружище. А что, два года уже прошло? Да? Ну, рад тебя видеть. Ладно, мне пора бежать. Мам, пап, еще увидимся. Давай, давай, садись, дорогой, садись. Садись. Здорово, Руслан. С возвращением тебе. Рад видеть. Прости, мне на концерт пора. Увидимся. Ты долго еще? Долго, долго, Макс. О, папа! Подожди, сейчас, сейчас, быстро руки помнят. Руслан, может, большой, срочно, понимаешь? Да. Сейчас разборки с Майкой начнутся. Да не начнется уже никаких разборок, все. Невеста замуж, может, поздно. Трэш полный. Ты что это-то? Два раза в день, что ли, бриться-то? Повзрослешь, что ли? Переходный хочешь? Нет. А вы же на вопрос. Сиди на кольца, по-моему. Ты ничего не понимаешь. Между прочим, легкая небритость сейчас мы. Ты прикалываешься, что ли? Серьезно, да. Девушкам нравится, понимаешь? Им нравится, когда мужчина брутальный. Брутальный. А ты что? Прибери, пересчур сдавай. Пересчур, вдаль, вдаль, один глаз. Да я и так брутальный. Брутальный, да? Да, как бы перебора не было. Не будет. Ах ты! А тебе, Артис, не мешало бы подкачаться. Хочешь, дам адресок хорошего фитнес-клуба? Да ты мне говоришь. Это я тебе говорю. Ты знаешь, мне... Я и так нормально. Нормальные бицепсы, чё ты. Иначе времени на творчество не останется. А вот ты, с кем ты там сегодня встречаешься, с девушкой, приходи с вами в кафе ко мне. У меня новая программа. Капкат возьмут. Заметан. Жду. Э, да, я... Э, дай ёлочек, дай ёлочек. Русланчик, познакомься, это Игорь, Маечкин муж. У него очень хорошая новость. Его за границу работать зовут. Вот и мы отмечаем. Собрались все вместе. Угощайся. Слышь, Руслан, а пойдём-ка мы с тобой это покуем. У меня к тебе тут дело есть одно. На сто рублей. Давай, давай. Давай, давай. Садись. Сядь, сядь, я как сказал. Сейчас я тебе водички налью. Сейчас. Что ты делаешь? Это как это, муж? Она мне ничего не писала. Ну, видишь, как она в жизни-то. Иногда жизни к пряникам поманит, а иногда и кнутом огреет. Чего взял-то? Ну, я же вот только приезжал в отпуск, и всё нормально было. Всё в жизни происходит так, как задумано. Ты просто принимай, принимай, что дано. Нет. Ты как это принимай? Стойте, говорю. Стойте, говорю. Спокойно. 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 Майя, майя, прекрати. Прекрати рыдать. Ты что? Что сделано, то сделано. Ты поступила правильно. Так почему на душе так плохо? Ну что на душе? Душа, душа, душа. Поболит и ей пройдет. Зато потом, Маечка, ты будешь как сыр в масле кататься, а не горе мыкать, как я мыкала. Не все в этой жизни. Деньгами меряются, мам, ты сама знаешь. Не все, да. Не все. Это ты сейчас, сейчас так говоришь. А потом еще спасибо скажешь за то, что мать вовремя умный совет дала. А и этот Руслан твой, он как был... С голой жопой, так и останется. Я сейчас с ума сойду. Можешь отстать от меня. Маечка, тихо, тихо, солнышко, ну пожалуйста. Все, 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 все. Успокойся, доченька, ну успокойся. Послушайте. Может быть, мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? Слушайте, неловко как получилось. Руслан-то, оказывается, ни сном, ни духом. Да, уж будто обухом по голове, как только на ногах устоял. Тюда, что с ним будет? Попереживает два дня и найдет себе новую зазногу. В наше время молодежь быстро находит утешение. Но это не про нашего Руслана, Мелитина Петровна. Вы, оказывается, его не знаете совсем. Это человек, который способен чувствовать глубоко. Не смешите меня, Леонора Гедриховна. А мне кажется, он до сих пор мою любит. Слушай, я думал, они расстались. Она его ждать обещала. Да уж, все помнят, как на проводах убивалось. Вот она, женская суть. Да, в наше время верность действительно явление редкое, как женское, так и мужское. Пойду-ка я посмотрю, что там происходит. Не надо не ходить. А вдруг им помощь нужна? Ну, неловко в такой момент людей беспокоить. А ты помолчала, тебя никто не спрашивает. Сиди. Наша бабариха в любой бочке за птички. Так я спрашиваю, что происходит? Ничего особенного, Игорь. Просто Майя с Русланом всю жизнь жили в соседних комнатах. И дружили. Так почему мне Майя ничего о своем друге не рассказывала? А что она должна тебе рассказывать? Они же росли, вместе играли. А потом вообразили, что они жених и невеста. Да. То есть, как это вообразили? Подождите. Майя. Майя. Ты что, обещала ему, что выйдешь от него замуж? Тихо. Ничего она ему не обещала. Это он так решил. Насколько я понимаю, тот друг Деса до сих пор не расстался со своей фантазией. Вы вообще видели, как у него лицо было, когда он узнал, что у Майи есть муж? Да, мы не успели ему сообщить. Не успели? Ты что, не говорила ему, что выходишь замуж? Тихо, тихо. Объясни мне, я тебя спрашиваю. Игорь, тихо. Не налегай на нее. Она успокоится, успокойся, Майечка. И все сама тебе расскажет. Все. Хорошо, жена. Каких скелетов в шкафу хранит? Ну что ты, Игорь. Ничего не было. Просто детская увлеченность. И все. Что? Да, да. Ой. Я сильно извиняюсь. Может, лекарство какое-нибудь надо? А то я вижу, Майечка-то как расстроена. Оставьте меня в покое! Майя. Майечка. Майечка, Митина Петровна, да ее своя. Майя, верните! Майя, стой. Давай обо всем поговорим спокойно. Мне надо побыть одной. Майя, я прошу тебя. Игорь, мне надо побыть одной. Майя! Ну ладно, ну че, ну не дождалась. Ну всяко ж бывает. Майя ж мне вон тоже замену нашла. И ничего, вот весь живу. Живу и радуюсь. А че ты? А потому что каждый жизни по-своему радуется. Да, главное, понимаешь, вкуса к ней не потерять. А то, что мы с ней уже вместе столько лет, это что, все ерунда? Слушай, ты, ты попробуй посмотреть на это дело с другой стороны. С положительной стороны, так. Какой другой стороны? Другой стороны быть не может. Ну вот смотри, Игорь, он парень-то в общем неплохой. И к Майке относится хорошо. Ну, ну подумай. Да. Вижу, ты еще не дорос до такого глубокого понимания вещей. Ты только дров-то не наломай, а. Парень, ты горячий. Волнуйся, дядь Степ. Никаких разборок я устраивать не буду. Ну да, это Бог. Ну, Айка. Руслан. Прости меня, что я тебя не задавала. Ну, почему же ты сразу не сказал, что ты замужем? Я не смогла. Ну ничего, ты разведешься, и все будет как прежде. Ничего не будет как прежде, у меня будет ребенок. Какой срок? Три месяца. Так значит, это мой ребенок. Нет. Ну вот. Хотела как лучше. Ну, говорили же вам, не надо туда ходить. Только хуже сделают. А это вы про что? Да вот. Дела ваши обсуждаем. А что обсуждать-то? У нас все хорошо. Давайте расходимся потихоньку. Нечего. Цирк вам тут, что ли? Да ты же вот сама этот цирк-то и устроила. А у нас все отлично. Все. Майечка с мужем любят друг друга. Ничего не произошло. Все, все хорошо. Цирк, ну вот как тебе не стыдно-то, а? Ну что ж вы парня-то не предупредили? Вот смотри, пришел он. Он к вам с открытой душой, а вы ему-то души-то, а? Ну разве трудно было хотя бы написать? Ну честно, по крайней мере, было бы. Да, встретили парня с армией. Не лезьте не в свое дело. Сами разберемся. Все, пожалуйста, давайте сворачиваем. Праздник. Да ладно, не будем. Да нет, давайте, пожалуйста, расходимся потихоньку. Все, надо со стола убирать. Ну за еды сколько? Ну возьмите, давайте. Ну все. Тут у тебя написано, ветчина. Что-то я никакой ветчины у нас в холодильнике не видел. Так мы же ее только что съели, а она на столе была. Да ты что, ее Зинке отдала? Ну да, в общий котел. Нет, ты мне объясни. Ты какого черта ветчину туда пихать стала? Так праздник же. Так это их праздник. Зинаида поляну накрывала, ты куда полезла? У нас в деревне всегда так принято было. Все вместе, все общее. Да тут тебе не деревня, а город Москва, мегаполис. Закон каменных джунглей. Понятно, здесь каждый сам за себя. Понятно? Понятно. Значит, я должен горбатиться по 10 часов за рулем, каждую копейку считать. А тебя ты будешь ветчину соседям раздавать, да? Ну ты же сам сказал сегодня за столом, что мы одна семья. А ты дурочкой-то не прикидывайся. Ну я же для красоты речи сказал, для фигуры оборота. Как-то неудобно для вас с пустыми руками идти. Мы все здесь люди небогатые. Ну ты кончай уже. Ты нас-то с ними не равняй. Но Зинаида может себе позволить столы накрывать. У нее зять нехило зарабатывает. А мы должны экономить. Усекла? Как же не вовремя он пришел из армии. Такой праздник, спасибо, испортил нам. Да неужели вам Руслана совсем не жалко? Зинаида Алексеевна. А меня никто в этой жизни не жалел. Вот и я не научилась. Мальчик родителей похоронил. В армию ушел с мыслью, что близкий человек у него тут остался. Что любят, а вот тут ждут. Да, мало ли, мало ли, что она ему перед армией обещала. Она же дитё еще была неразумная. Но они же женихом и невестой себя считали. Ой, девочки, ну нельзя к этому серьезно относиться. Вы еще вспомните ясельные романы. Ну, да. Давайте вещи называть своими именами, Мелетина Петровна. Предала Майи, Руслана. Не надо делать вид, что это не так. А вы бы свое родили, вырастили, жизнь устроили, а потом бы рассуждали. Живете одна в свое удовольствие. А я одна дочь росила. И мне решать, как ей жить. Да разве можно за другого человека его судьбу решать? За свою дочь можно. Я ей другой жизни желаю. Ясно вам? Я не хочу, чтобы она на людей, как я, работала всю жизнь. Чужие квартиры ремонтировала, а свои не имела. Я не хочу этого. Я ей другой жизни хочу. Ясно? Другой. Все. Успокойся. Ты уехала и пропала. Ни одного письма за все время. Почему ты мне не писала? Как ни одного письма? Я же писал тебе. Ни одного я ничего не получала. Я ничего не получала. Это уже не важно. А потом был Игорь Ильич такой хороший, добрый. Я не долго с тобой сразу. Ты не долго. Я была как Василий. Мне было все равно, потому что тебя не было. Почему письма не доходили? Да какая разница, что не было письма. Какая разница, что я забеременела. Мне все равно. Мне все равно, чей это ребенок. Я воспитаю его как своего. Нет. У ребенка должен быть родной отец. Ты его любишь? Ты его любишь? Ты его любишь? Я все понял. Игорь, перестань метаться. Да, у них уже все кончено. Все в прошлом. Да? А если все в прошлом, то откуда такая истерика? Ну, может быть осталась какая-нибудь детская привязанность. А что если эта детская привязанность гораздо сильнее, чем нам с вами кажется? Игорь, держи, поставь. Это скоро улетучится. А у вас все серьезно. У вас семья, любовь, дети будут. Как вы не понимаете, то, что все вышло из-под контроля. Майя меня не слушает. Она даже, она даже со мной разговаривать не хочет. Игорь, Игорь, садись. Садись. Так. Вот, что я тебе скажу. Ты уже взрослый мужчина. Тебе 25 лет. Поступи мудро. Поверни эту ситуацию в свою пользу. Интересно, как? Игорь, сядь. Сядь. Ты Майю не гноби. Не ругай ее. Этим только отвернешь от себя. Может быть, вы мне прикажете ей еще спасибо сказать? Ну, Игорь, а чем она уж так провинилась перед тобой? Чем ей тяжело сейчас? А ты ее пожалей. Слышишь? Три голубь. Она это оценит. Еще ближе друг к другу станете. Ну, хорошо. Может быть, вы и правы. Ух ты. А что с этим ее бывшим женихом делать? А Руслану надо сразу дать понять, что ничего между ним и Майей быть не может. Вот. Все. Понятно? Ну, вот. Как? Нравится? Очень. А дайте, пожалуйста, меню. Два кофе, пожалуйста. Мы только музыку послушаем и гулять пойдем. Да? Ага. А может, в какое-нибудь место попроще пойдем, а? Мне кажется, здесь очень уютно. И потом, сегодня должен мой сосед играть. Очень клево. Послушай. А, это он, тот чудик, да? Да, это он. Привет. Здорово. Он сам сочиняет. Я сегодня обещал специально для тебя спеть песню. Да? Сочиняю, да. Ну, ладно, что ж. Послушаем творчество твоего друга. Так. И здесь не все сходится. Не понял. А где еще сотня? Что, у нас в стране продукты подорожали, а? Что-то я не слышал об этом. Ой, я забыла. Прости. Вот. Ну, так-то лучше. Ленечка. Угу? Мама письмо прислала. У них там сейчас с работой совсем трудно. Ну, так, в деревне всегда так. Ну, как-то ж люди живут, справляются, и твоя мама справится. Она, женщина у тебя сильная, работящая. Ну, она с утра до вечера на работе или в огороде, а денег все равно не хватает. Ну, ты же знаешь, у меня пятеро сестер, а зарплата у нее совсем маленькая. Маленькая. Оль, ну, ты к чему этот разговор завела? Давай мы вышлим немного денег. А то она говорит, что они одной картошкой питаются. У нас лишних денег нет. Ленечка, ну, а как я маме откажу? Это как-то не по-людски. А как? По зверинам? Значит, у тебя муж зверь, да? Да я не это хотела сказать, Лен. Мне нравится со мной жить. Езжай в свою деревню. Тебе не понравилось? Нет, ну почему же? Очень душевно. Согласен. И песня классная. Ну, ты знаешь, я люблю хорошую музыку, но тоже ничего. А вообще у меня есть коллекция дисков дома, и мы могли бы вместе послушать. Супер. А когда? Ну, например, завтра. Заодно ты попадаешь на день рождения. На твой? Да, у меня завтра день рождения. Супер. А ты придешь? Приду, конечно. Тогда мы с тобой встретимся в семь, в парке, и потом поедем ко мне. Здорово. Ну, договорились. Пойдем погуляем сейчас. Ага. Майя, где ты была? Почему ты убежала? Ты думала, что я тебя не пойму? Даже близкие люди иногда не понимают. Мама и та. Ну, хорошо. Давай поговорим спокойно. Почему ты плакала? Мне стыдно перед Русланом. Каждый может совершить ошибку. Пожалуйста, не ругай себя. Нужно учиться говорить «нет». Даже самым близким людям в жизни это порой необходимо. Значит, ты сама видишь. Потом еще хуже получается. Тем более, тебя в такую неловкую ситуацию поставила. Прости меня, пожалуйста. Конечно, солнышко. Скажи, приезд Руслана не повлияет на наши отношения? Конечно, нет. Ты, ты правда хотела выйти за меня замуж? Ты не жалеешь, что мы поженились? Нет? Не помешай? Помнишь, как в детстве я любила твои волосы ерошить? Да, и подзатыльником почвой. Ну, уж не без этого. Вы пожалеть меня пришли? А ты что, тоже считаешь, что жалость унижает человека? Я считаю, что когда его жалеют, он раскисает. Ну, в твоей ситуации раскиснуть не грех. Ну, только ненадолго. Ну, до завтра пораскисай, хватит. Ой, Русланчик. Русланчик, не дай бог тебе дожить до ситуации, когда тебя пожалеть-то некому будет. Лучше, когда по-настоящему тяжело. Я, конечно, понимаю, что по сравнению с вашими проблемами мои просто смешные. Ну, сейчас речь не обо мне. Я-то как раз о твоей судьбе хотела поговорить. Я как-то о ней еще не успел подумать. А я подумала. Мне один знакомый сказал, что во ВГИКе на актерский факультет сейчас добор. И очень хороший мастер набирает. Интересно. Вот и я подумала, что тебе должно быть интересно. Ты ведь до армии в театральной студии занимался, правильно? Вот давай-ка завтра с утра, собери в кучу все, что еще не успеет раскиснуть, и отправляйся туда. Ну, шо, душа просит музыки. Дискотека! Так, чем бы нам бы тут послушать-то, а? Такого старого доброго рок-н-ролла. О! Ага. Ой-ой-ой-ой-ой! Что ж ты? Эх ты! Ой-ой-ой-ой! Куда ж ты так безвременно-то кучил? Ну, не реви, пожалуйста. Ну, я же это не со зла сказал. Ну, ты думаешь, мне твоих близких не жалко? Ага, жалко тебя. Ну, ты пойми, мы не можем еще с деньги посылать. Ну, давай сначала накопим на маленький домик или на квартирку, ты же потом сама будешь рада, что я так ловко сэкономил. Ну, еще спасибо мне скажешь. Ага. Пока мы будем копить, мои все в деревне перемрут. Да ну, что за ерунда такая. Да не перемрут они, выкрутятся как-нибудь. Мы же тут тоже не очень шикуем с тобой. Мы же не в проголоде живем. И потом, мы люди взрослые, нам все равно, что есть. А сестры еще совсем маленькие, им витамины нужны. Им нужно есть нормально, чтобы вырасти здоровыми людьми. Ну, ты знаешь, у меня ведь тоже детство не простое было. И жили в проголоде. И от пьяного отца по соседям прятались. Вот и хочется, чтобы у них жизнь была такая, как у нас. Чтобы она была лучше нашей. Ой. Ну, пойми ты. Ну, я ведь тоже за твоих сестер-то переживаю. Ну, нет у меня сейчас ни одной лишней копейки, Оль. Правда? Ну, правда. Ну, правда. Ты только не расстраивайся, пожалуйста. И ты береги нервы. Они нам еще понадобятся. Андрюш. Ну, полчаса уже на одну страничку смотришь. Может, перестанешь делать вид, что читаешь? Да, вот и вырос Тимур. На свидание стал ходить. Взрослая жизнь началась. Лишь бы только девочка хорошая попалась. А такие еще попадаются? Ну, конечно, попадаются. Ну, а что, Андрюш? Ну, Тимур-то у нас мальчик хороший. Ну, и характер у него невзрывной, покладистый. Ну, может, повезет, а? Ну, как свидание? Клево. Она меня на безды и пригласила. Куда? На день рождения. О, балда. У тебя же жена английский язык преподает, а ты вообще ни слова не знаешь. А зачем мне знать, если ты мне и так все переведешь? Родители, мне нужны деньги на подарок. Тим, ну, ты же знаешь, мы сейчас не можем. Ну, правда, сынок, денег вообще нет. А папа зарплату еще не скоро получит. Вы что, не понимаете? Это очень важно для меня. Слышишь, служивый, сигаретки ты не угостишь буржуйской? Ага, ага. Ишь, ух. Слабоватая. Видишь, и у меня тоже сегодня день не задался. Не иначе, как магнитные бури. А у меня уже все нормально. Да? Вот это правильно. Это правильно. Ты что, женщины, они не должны много значить в жизни мужчины. Мы вот сколько им свобод-то дали. Они нами и теперь вертят, как хотят. Вот смотри, вот возьми, к примеру, мою Зойку. Раньше вертят. А ты как думал? Вот ты, ты только вспомнишь, сколько ради них мужики во все времена подвигов совершали. Богатством осыпали. Под окном эти серенады пели. О, Пушкин, вообще он на дуэль погиб. Ни за что, ни про что. Ты бы еще Еву вспомнил. А, а, и что, и вспомню. А что, как, та штучка еще была. Ежели бы не она, может быть, до сих пор бы в раю жили. А так, яблочко ей захотелось. Ага, Едрин, пассатижи. Все беды из-за баб. Да, книжки по истории надо представить. Студентов было бы от них не оторвать. А у тебя-то что вспомнилось? Ай, да я считаю, друга сегодня потерял. А он меня, эх, так много лет развлекал. Долгими, одинокими вечерами. Сломался, что ли? Так, сгорел на работе. Ну, в мастерскую отнеси. Да кто ж такое старье-то чинить будет, ты че? Мне б твои проблемы. Что ты там изобретаешь? Дворец? Давай, пойдем спать. Я тебя жду, 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 жду. Ты все работаешь, работаешь. Ой, Коленька, ложись без меня. Нет, я хочу с тобой. Хочу с тобой. Ой, хочу с тобой в обнимку. Может, мне ласки твои хочется, теплоты. Давай не сегодня, ладно? А то мне, по-моему, еще до утра придется ковыряться. Вот знаешь, вроде вместе живем, а у меня ощущение, что жена у меня постоянно в командировке. Ну, погоди, вот сейчас закончу проект. Как на работе? На работе, на работе. По-моему, у нас скоро закроют. Что, и до вас кризис докатился? Угу. Понятно. То есть, заказов нет, дела все хуже и хуже. Мать твоя еще подливает масло в огонь. Слушай, ну просто поедом ест. Ну ладно, перестань. Она нам добра желает. Конечно. Тебе, может, она и желает. У меня пилить с утра до ночи. Ну хорошо, хорошо, я поговорю с ним даже. Привет. О, работник. Как дела? Все отлично. Программа откатана на ура. Все в шоколаде. Все довольны. Рок-н-ролл жив. Архитектура, застывшая музыка, а я спать. Беги. Беги. Всем спокойнее. Пока-пока. Что делать, Андрюша? Что делать? Я нам с тобой деньги для Тимура взять ума не приложу. Я сам только об этом и думаю. Да, нам еще с тобой с сыном повезло. Другие вон у родителей постоянно деньги глянчут. То на шмотки, то на мобильные телефоны. Наш хотя бы к этому безразличен. Ну тут, знаешь, повод такой. Нельзя же ему перед девушкой лицом в грязь. Вот объясни мне, почему в этой стране так не любят учителей? А ученых любят? Вон сколько у меня этих дипломов и званий. А толку что? Это что, справедливо? Ну ладно тебе, Андрюш. Зато ты доктор наук. Тебя люди уважают. Студенты твои тебя очень любят. Да что от этого уважения, если мой сын не может девушке подарок подарить? Знаешь что, если девушка хорошая, то она будет не на толщину кошелька смотреть. Да понятно, но все равно на день рождения без подарка это нехорошо. Ну что, что? Что, Андрюш, мы можем сделать? Я учительница, ты в институте преподаешь, сам же знаешь, какие у нас зарплаты. Давай займем. У кого? Андрюш, мы и так с тобой всем уже должны. И в конце концов, Тимур должен понимать, что не в деньгах счастье. Боюсь, что сейчас ему это будет трудно объяснить. Мам, че не спишь? Я боюсь. Че ты боишься? Привидение. Это дух коммунального сожительства. У меня разрыв сердца вышел. Он неистребим, пока существуют коммуналки. Смейтесь, смейтесь. У меня очень нехорошее предчувствие. Привидение – это слухи. Просто вам, Зинаида Алексеевна, не хватает острых ощущений. Господи, вы здесь живете без года недели, а я уже здесь сто лет. Ну, проклятая эта квартира, понимаете? Проклятая. Ну, кто ее мог проклятить? Кем она проклята? А может, и Леонорой? Или ее семейством. Они же раньше занимали всю квартиру. А при Сталине их всех сослали. И Нора вернулась одна. Они все погибли. И вот и ходит обиженная душа. И стучит. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА У меня к вам не очень приятный разговор. С проектом вы можете не торопиться. Поговорить надо. Поговори. Я все знаю. Про ваши шуры-муры с моей мне все рассказали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова